Здравствуйте, с вами команда ForGameFly, это мой очередной видео урок по игровому дешеву CryEngine 2, Sandbox 2. В данном видео уроке я хочу, как бы, вернее, повествовать вам о том, как создать такой небольшой уровень, добавить туда множество объектов и прочее. То есть, сделать на практике все то, чему я вас учил в моих предыдущих видео уроках. А именно, если в двух словах, то создать небольшой уровень. То есть, давайте начнем. Нажимаем File, New, создаем Car, то есть, это, как я догадываюсь, вы уже все помните. Вводим имя, карты, ну, у меня будет TestMap 1, 2, 3. Далее, выбираем размер, нам нужен чуть побольше, выберем 2048, 2048, нажимаем ОК. О, извиняюсь, такое название у меня уже есть, наверное, из предыдущих моих видео уроков. Ну, ничего страшного, ведем другое. Пусть будет 1, 2, 3, 4. Нажимаем ОК и ждем. Итак, у нас появилась карта, необходимая для нас размером. Нажимаем File, Generate Surface Texture, чтобы появилась, вы помните, как я говорил в предыдущих моих видео уроках, вода, небо и солнце. Выбираем наш размер, который мы указывали ранее, 2048 на 2048. И ставим галочку High Quality. То есть, это, оно сразу же в скобочках объясняет то, что будет более лучшее качество, но зато может быть в некоторой степени понижена производительность. Но это уже смотря на какой компьютер по мощности. Нажимаем ОК. Ждем. То есть, еще хочу подметить, что вот в данном видео уроке я просто хочу показать, как создать такой небольшой уровень, добавить туда объектов, такие как растительность, там, здания, ну и так далее и тому подобное. То есть, сделать вот на практике все то, чему я обозначил в предыдущих видео уроках. Будет в итоге вы должны, вы должны будете закрепить свои знания, ну и, как говорится, уже попрактикуетесь немного, набив себе руку. Так, я уверен, что, наверное, многие из вас, наверное, хотели бы создать что-то свое в данном движке, так как он довольно-таки красивый, хоть и требовательный к системе, но тут уже даже не знаю, говорить ли это минус или это плюс. Это уже выбирать каждому, каждый думает сам, вернее. У каждого разные компьютеры и разные технические характеристики в целом. То есть, у меня лично игра, да, она у меня запускается на максимальных параметрах и держит в среднем, ну, 40-45 кадров в секунду, что, в принципе, приемлемо. Играть можно даже на 30. Я уже не говорю о чем-то ином. Его загрузка подбегает к концу. Наверное, такое долгое время загрузки из-за размера карты. Вот у нас загрузилась, как вы помните, вода, небо и солнце у нас есть. Давайте теперь создадим поверхность. Нажимаем Terrain, Edit Terrain, выбираем галочку, выбираем большую маску слоя и начинаем красить. Ну, в самом первом моем видеоуроке я, по-моему, рисовал где-то в центре обычный вот такой вот круг. В этом видеоуроке давайте попробуем нарисовать, ну, мини-остров, что ли. Давайте вот так хотя бы. То есть, нам тоже слишком много не надо, то есть, мы не собираемся зарисовать всю карту. Ну, я думаю, вот так вот будет хватать. Нажимаем ОК. Вот у нас появилась необходимая поверхность, сейчас мы ее обсмотрим. Да, вполне нормально. Ее еще можно будет, между прочим, сгладить, кое-где, как говорится, пофиксить и, думаю, все будет нормально. Так, давайте сейчас передадим текстуру поверхности, как вы помните. Нажимаем опять же Terrain, Текстур. Как вы видите, у нас уже есть одна текстура, Default, то есть, это дефолтная текстура по умолчанию. Текстура, как я понял, земли, ну, то есть поверхности, зеленая трава и так далее. Но сейчас она не ставится, так как вы помните, я вам говорил, что, чтобы появилась текстура, их нужно, чтобы было как минимум две. Поэтому создаем, пусть будет второй, слой текстуры у нас песок, Send. Нажимаем на него, Edit Surface Types. Тут добавим подмазку слоя. Опять же, вводим Send. Хочу, если заметить, я говорю вам в прошлых видео уроках, пишите везде одинаковые названия, чтобы вы в дальнейшем не запутались. Так как у меня такое-такое было, мне из-за этого пришлось целый уровень переделывать. Обводим Send, нажимаем Material Auditor, заходим в Materials, Terrain и выбираем Beach, White, Sand, Dry, то есть, это текстура песка. Проверяем, это она. Нажимаем Pixel Asset, вот видите, оно вбилось, я выделил синим цветом. Нажимаем ОК, выбираем Send, нажимаем на этот квадратик и выбираем опять же текстуру песка. Вот, Beach, White, Sand, Dry, нажимаем Open, нажимаем ОК. Все, как видите, текстура появилась в земле, так у нас появилось две текстуры. Итак, далее, ну давайте нарисуем все же песок, иначе для чего мы его вообще создавали. Увеличим радиус, опять же, переходим на зеленый квадратик, нажимаем Wire Painter, и вот еще раз для него нажиму. Выбираем Send, то есть, тут выбирается нужная текстура покраски поверхности. Далее выбираем Radius, здесь есть большой, есть меньше, но я выберу такой, более-менее средний. И начинаем просто красить. Как видите, он красится. Сейчас, ну давайте вот так вот, чуть-чуть увеличим, вот так, дальше мы идти не будем. Уходим отсюда. Так что мы видим, у нас есть основная текстура, текстура земли, и текстура песка, которая накрашена поверх основной текстуры земли. То есть, теперь давайте добавим немного объектов. Прежде чем добавлять объекты, мы их добавим в нашу с вами библиотеку. Для этого нажимаем View, Open View Pane, и заходим в Data Base View. То есть, у нас есть очень много колонок. Есть Entity, Prefabs, Vegetation, Particles, даже Music, Reserves, Sounds и так далее. Но мы все использовать не будем, нам нужны только четыре. Это Entity Library, Prefabs Library, Vegetation и Particles. Нажимаем на желтую папочку, как вы помните, я это рассказывал в моих предыдущих видеоуроках. И просто коснем по два раза. На каждую из библиотек. Добавляем их. Вау, кстати, я хочу подметить, по моему мнению, это минус, что их нельзя сразу полностью все выделить и добавить. Но тут я уже не стану накритиковать, так как движок, хоть и блещет своими графическими возможностями, но он все-таки никак не из новых уже. Далеко не из новых. Хотя графическую панку все уже держит, какую-никакую. Все, Entity мы добавили, приходим в Prefabs. Кстати, я хочу подметить, папки не трохать, добавляя только то, что есть снаружи. Добавляем. Да, все же, еще раз подмечу плохо, что все же нельзя выделять это все. Датарл, Пропс, Торейч, Выдавление, Посредний Вехайслус. Берем Вегеттейшн. Вегеттейшн, в принципе, можно тоже добавить, но мы это сделаем немного попроще, не через эту библиотеку, так как здесь довольно-таки сложно все описано, вы можете просто запутаться. Я вам это объясню намного легче, чтобы вы это все поняли. Переходим в Particus, в Particus содержатся все эффекты, такие вот, как вы видите здесь, вода, там, дождь и так далее. Ну, добавляем их, без лишних слов. Добавляем дальше. Да, дело довольно-таки затянутое выходит, но тут уже ничего не поделаешь, к сожалению. Так, все, добавили. Просто выходим, ничего там сохранять и так далее не надо, оно уже все автоматически сохранилось. Так, как вы видите, если вот нажать на вот этот вот палец, потом зайти в нужные библиотеки, у нас все объекты, которые мы добавили в View и Database View, они все появились здесь. То есть, тротик мы сейчас не будем, нам нужно сейчас растительность. Нажимаем на зеленый квадратик, нажимаем Vegetation, и здесь мы уже будем добавлять саму растительность. Именно в том моменте, когда я вам сказал несколько минут ранее, что я хочу, чтобы вы это все поняли намного легче. Нажимаем на желтую папочку, переходим поверх этого всего, и вот все папки с растительностями. Тут все разделено по довольно таким понятным категориям, чтобы все было внятно и разумно. Ну что ж, переходим в Trees, Palm 3, так как нам нужны пальмы. Ну, это к примеру. Выбираем нужную пальму, ну пусть, пусть будет, ну пусть будет вот этот. Нажимаем, выделяем ее, нажимаем Open, видите, она у нас уже появилась по категории. Обводим ее, чтобы красный кружочек появился. То есть нажимаем Paint Objects, тут есть Radius, опять же, выбирать, но нам сильно большой не нужен. По одной пальме будет нам вполне достаточно. И нажимаем ставить объект на поверхность. Ну, в принципе, достаточно. Тут сильно, как говорится, делать пейзажи не буду, только оно, в принципе, не нужно. Итак, как я говорил, опять же, из моих предыдущих видеоуроков, у этой всей растительности есть определенные тонкости в настройках. Они содержатся вот тут справа, в рамб-сайдбаре. То есть здесь можно немного улучшить их внешний вид. Но перед этим, я забыл, давайте нажмем Config Spec и выставим максимальные значения графики. Вот они у меня уже выставлены. Если у кого подвисает, конечно, да, ставьте уже по своему мнению. Тут высокие, средние и низкие. Итак, переходим в эти самые тонкие настройки. Итак, давайте я немного приближу камеру, чтобы вам было все видно. Что же именно изменится, если поставить галочки в этих настройках. Ну, Random Retetation. Нажимаем. Как видите, Random Retetation обозначает то, что как вообще текстура самой растительности будет вложиться на текстуру самой поверхности. В принципе, если брать эту галочку, ничего, как видите, такого не изменилось. Дальше. Align to Terrain. То есть она будет просто прилипать к поверхности текстуры. То есть, как вы видите, у нас песок, ну, в смысле, поверхность здесь неровная, идет с наклоном. А пальма стоит ровно. То есть если мы нажмем Align to Terrain, то пальма станет, расположится, вернее, так, как именно расположена сама поверхность под наклоном. Иногда это хорошо, иногда это вовсе не нужно. Ну, я поставлю для наглядности. Дальше. Use Terrain Cover. То есть, в принципе, даже не знаю, зачем эта настройка, что в переводе означает просто использовать цвет самой поверхности. В принципе, ну, как видите, ничего не меняется. Поэтому я даже ее включать и не буду. Дальше. Grow On Vox With. Тоже ничего не дает. Pecable тоже особенно ничего не дает. Что может помочь, это Cast Shade. То есть здесь мы добавляем всевозможные тени. Хотя сейчас они у нас не видны, так как солнце стоит на 12 часов и, ну, не находится где-то на каком-то радиусе. Но я сейчас это включу и вам покажу. Все, дальше можно все эти следующие настройки не трогать. А, да, вот еще одна настройка. То есть, смотрите, я вам покажу длинногладость перед тем, как я ее настрою. Если мы отдалимся, то, как видите, все объекты рано или поздно исчезают с нашего вида. Это можно легко исправить. Здесь есть две настройки. Speed Distance Ratio и Max View Distance Ratio. Все эти настройки можно поставить, грубо говоря, на число 150. Раз 150 и два 150. Теперь давайте отдалимся и посмотрим, что же, извиняюсь, что же изменилось. Как видите, перед тем, как я ставил эти настройки, на такой дистанции их уже не было видно. Сейчас же они видны. То есть, дистанцию можно поставить и больше. Вот, как вы видите, вполне нормально. Возвращаемся назад. Вот. И так далее. Так же, я включил тени, а их нет. Давайте уже настроим солнце, нажимаем Terrain, Time of Day. Ну и давайте сделаем так, чтобы вот сейчас, сейчас Солнце, давайте, время я поставил на 8 часов, 8 часов 2 минуты, если быть точным. Нажимаем выход, оно все автоматически сохраняется. Но солнце располагается не так, как нам совсем нужно. То есть, давайте изменим его, как говорится, расположение. Нажимаем Terrain, Time of Day. Ой, извиняюсь, не сюда, не сюда, извиняюсь глубоко. Терренин и Wifing. Я все время ошибаюсь. Итак, меняем расположение. Попробуем вот так. В принципе, тени должны были появиться даже сейчас. Даже не знаю, почему они не отображаются. Даже сейчас не отобразились. Но, как вы все равно видите, некоторые тени вот появились. Вот, к примеру, на самой поверхности. Сейчас я все-таки его немного разверну, потому что все получилось довольно-таки темно. Так, сейчас я раз и раз. Вот, но более-менее. Не знаю, честно вам говорю, не знаю, почему не появились эти самые тени. А, вот-вот-вот-вот, смотрите, тени уже появились. Просто нужно было выделить. Возможно, это сейчас происходит некоторый, можно сказать, одним словом, бах движка. Как видите, когда я их выделяю, тени появляются. То есть, тут они не появляются. А, вот, даже тут появляются. То есть, все, что я хотел вам показать. Как видите, тени появляются. Если же я отключить данную опцию, как вы видите, отключаем опцию Cast Shade, их нету, включаем, они появляются. То есть, тоже это все делается, в общем-то, как говорится, для красоты. Ну, и так же самое, оно может снизить производительность самого компьютера. То есть, с этим мы, к примеру, закончили. Здесь, сейчас, также много других настроек. Можно добавить траву, в смысле, в растительности. И так далее. Но тут уже по вашему усмотрению, так, как вы хотите. Здесь, довольно-таки, написано все подробно. Поэтому, я думаю, даже без того, даже я вам не буду, имея в виду, это все объяснять. Вы должны, я думаю, что вы это думаете сами. Здесь все наглядно подписано, и так далее. Что ж, переходим к следующему. Что у нас будет следующее? Ну, в предыдущих видеоуроках я вам показывал, как добавить дождь и звук дождя. Думаю, что вот при таком климате, так сказать, это будет не слишком уместно. Поэтому, я просто предлагаю, ну, давайте добавим облака. Вот почему бы и нет. Нажимаем на тот самый палец, нажимаем entity, render, crowd. Вот наше облако. Нажимаем сюда, чтобы мы могли перетаскивать объект. Опять заходим, оно у нас выбило. Render, crowd. Перетаскиваем это самое облако сюда. То есть, на него мы будем налаживать саму текстуру. Раз, немного выше, летим к нему. Вот. Думаю, вот так будет. Давайте чуть-чуть выше. Выделяем его, нажимаем view, open view pane, и переходим в material editor. Это мы все закрываем. Созданное нами ранее. Открытое, вернее. И переходим в sky. Не, 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 не sky, сейчас, а, crowds точно. Извиняюсь. Ну, и выбираем нужное нам облако. Daylight есть облако. Смотрим его в превью. Ну, тут просмотреть, в принципе, нечего. Тут оно видно, показывает только ихние размеры. Контуры я так вижу и так далее. Но дело не в этом. Нажимаем сейчас. Daylight. Выделяем. Нажимаем assign material to selection. Все. Как вы видите, сначала выделяем наш с вами эффект облака. View. Переходим сюда. Вот этот материал, аудитор. Выбираем. Обводим опять же нужное нам облако, которое мы выбрали. И нажимаем assign material to selection. Что можно делать с этим облаком? Ну, в предыдущем видеоурок я вам, конечно, это объяснял. Это перетаскивать его вперед, назад, влево, вправо и так далее. Ну, и, соответственно, вверх-вниз. Далее. Можно изменять сам размер. После этого мы его обводим и нажимаем сюда. Celestine Scale. Зажимаем на центр, чтобы оно растяглось по оси X, Y и Z одновременно. И спокойно увеличиваем. Можем как уменьшать, так и увеличивать. Ну, давайте увеличим. Можно также копировать. Просто опять же обводим, нажимаем Ctrl плюс C. Видите, оно у нас копировалось. Еще Ctrl плюс C. Раз, два, три, четыре и так далее. Много делать, вернее, их не будем. Как видите, они все видны. Можно увеличить и так далее. Так, далее. Теперь как же изменять саму, можно сказать, поверхность. Я вам это объяснял в моих предыдущих видеоуроках. Нажимаем на зеленый квадратик, Modify. Тут у нас есть три опции. Flatten, Smooth и RiseRower. Но RiseRower нам, в принципе, для мода строения не особо и нужен. Он не играет особо важную роль. Flatten — это изменение самой поверхности. То есть сделать ее ниже, выше и так далее. Создать некоторые горы, скалы и так далее. Smooth — это просто ее сгладить. Вот что нам сейчас и понадобится. Нажимаем Smooth, выбираем Radius. Вот такой. И это сила смазки. То есть сила сглаживания, извиняюсь. Это просто берем и сглаживаем. Как видите, текстура меня... Мерная поверхность меняется. Я просто хочу ее сгладить перед тем, как ставить какой-либо объект. Потому что я вам говорил в моих предыдущих видеоуроках, что если поверхность неровная, то объект будет стоять крыло. Ну, к примеру, тот же самый дом или какое-либо другое строение. И тому подобное. Раз. Ну вот, к примеру, кое-как сгладили. Дальше. Но не сильно хочет идти, потому что хернес стоит только на один. Из настройках там его можно как-то менять, но я даже не помню как, если честно извиняюсь. И то там, по-моему, это делается каким-то хитрым приемом. Ну, пусть даже... Да, есть наклон, но пусть даже будет так. По крайней мере, лучше, чем ничего. Далее. Переходим сюда. Нажимаем Archetype Entity. Нажимаем... Сейчас, сейчас, сейчас. Buildings. Строение. И выбираем Village. Тут есть Hallsmell A, A Frozen, B, B Frozen и множатся другие строения. Ну, давайте выберем Hallsmell A. Сейчас, выбираем, опять же, чтобы перетаскивать объект. Нажимаем сюда, чтобы он появился перед глазами. Нажимаем, перетаскиваем его. Вот, как видите, он у нас появился. Опять же, как видите, немного стоит через текстуру, но все же, сейчас я его попробую немного, так сказать, выровнять. Если мне это, конечно, удастся. Ну, как видите, удается не сильно. А хотя, если опять вернуться к заглаживанию, немного загладить эту поверхность, вот, как видите, немного лучше стало. Все же текстура еще видна. Сейчас мы ее попробуем. То есть, в суть вы поняли. То есть, загладить вы сможете, конечно же, это все сами. То есть, я думаю, у вас получится намного лучше, так как это все-таки видеоурок. Я показываю просто для примера. Главное, чтобы вы знали, что нужно перед тем, как ставить, что нужно сделать перед тем, как ставить любое строение. Итак, вот у меня возникло... Вот, когда я лично начинал работать с этим редактором, у меня возникал только один вопрос. Почему, когда я ставлю на карту дождь, ну, дождь работает, капельки воды падают и так далее. Но, почему, когда они падают, то этого не видно, по крайней мере, на крыше. То есть, не видно, как капли текут по крыше в разные стороны и так далее. Такое чувство, как будто капель просто проваливается сквозь текстуру. То есть, в чем прикол, одним словом. Недавно я в этом всем разобрался. И хочу вам это, конечно же, продемонстрировать. Так как погода у меня все-таки солнечная, ну, нам ничего не мешает сюда поставить и дождь на некоторое время. Для этого переходим сюда, нажимаем Entity, переходим в Particle. Ой, извиняюсь. Particle.Effect. Опять же, переносим его сюда. Ставим выше. Вводим. View. OpenViewPaint. DatabaseView. Переходим в Particle. С эффектом мы сюда добавляли, вы знаете. Выбираем из списка Rain. Дождь. Заходим в папку с HQRain. То есть, подразумевает довольно-таки дождь в улучшенном качестве. На самом деле, конечно, неизвестно, каково оно. Далее, выбираем нужный нам дождь. Как вы видите, здесь он почему-то не отображается, а хотя должен. Возможно, это просто глюк движка. Как вы видите, почему-то не работает. В принципе... А, вот-вот-вот-вот, заработал. Извиняюсь. Это, как я уже сказал, может быть глюк движка. Ну, вот, например, у нас идет с вами наш долгожданный дождь. Ну, как видите, вообще проваливается. Что же делать? Все довольно-таки оказалось очень просто. Я очень рад, что я в этом сам разобрался. Не прибегая к помощи всяких разнообразных видеоуроков на YouTube и так далее. Обводим для нас нужный предмет. И что нам нужно с ним сделать? Итак, сейчас. Order Only. Здесь должна быть такая сейчас... А, вот. Material Slayers. Извиняюсь, она была просто прикрыта. Я даже порой удивился. Нажимаем Material Slayers. И вот у нас опция Вид. Нажимаем Вид. Приближаемся. Нажимаем Вид. Все. Как видите, у нас появляются капли. Довольно-таки выглядит все красиво. Конечно, передо мной еще остается вопрос, как же то же самое применить и к поверхности. Пока я ответ на этот вопрос не нашел, но я над этим работаю. То есть, как вы видите, ее можно отключить. Включить. Не думаю, что данная опция будет сильно нагружать систему, в принципе. Если так подумать. Хотя, кто знает. Выключаем ее. Убираем наш дождь и удаляем его отсюда, с нашей карты. Все. То есть, я, в принципе, хотел вам это все объяснить в моем следующем видеоуроке, но так подумал, что он может выйти слишком короткий. И было бы глупо делать видеоурок, чтобы показать только, как включить эту опцию. Поэтому я это все показал вам уже в этом видеоуроке. Дальше. Ну, что, в принципе, еще? Ну, можно немного, как говорится, похимичить с водой. Я вам это, по-моему, даже ни в одном видеоуроке не объяснял. Ну, что ж, давайте я вам объясню. То есть, у этого вот океана есть свои настройки. Мы можем изменять скорость движения воды, густоту и даже цвет. Да-да-да. Довольно-таки разнообразные настройки. А хотя, может и маленькие, кто знает. Ну, давайте приступим. Как же это все настраивается? Нажимаем, сейчас, извиняюсь, немного затерялся. Сейчас, вот, нажимаем Every Moment, то есть, переходим на зеленый квадратик, нажимаем Every Moment. Я вас еще раз нажму, чтобы вы увидели. И, как видите, мы можем изменять не только воду, у нас даже есть Skybox. То есть, мы можем изменять даже текстуру неба. В принципе, я могу вам это показать, но, опять же, говорю, что иногда оно может заглючить. То есть, вместо того, чтобы, вместо того, чтобы вы увидите, к примеру, вот, какой-либо, вот, текстуру неба новую, вы можете получить просто черный квадрат. То есть, довольно-таки, вот, глюк движка. Даже не знаю, вот, с чем он связан. Так, ну, давайте я вам расскажу и то, и другое. Изменим сейчас и море, и само небо. То есть, давайте начнем с неба. Skybox, это все, как говорится, причинтал, которые с ним связаны. Нажимаем Skybox, вот Material, то есть, сама текстура. Выбираем новую. Смотрим. Она уже сразу для нас открылась, никуда лезть не нужно. Здесь есть Day2, Day3. Смотрим, какой красивее. Мне отлично этот нравится. То есть, смотрите, если мы сейчас просто нажмем на него два раза, оно вбьется сюда, мы нажмем Apple, и может возникнуть ошибка, что появится просто черный квадрат. То есть, у нас не будет текстуры неба. Ну, я нашел такой, можно сказать, хитренький способ, как это убрать. Может, не я нашел, но, по крайней мере, я до этого, как говорится, достучал. Просто нужно запомнить название, выбранное нами текстуры неба. Day2. Запоминаем. И, как вы видите, убираем наш Sky и вводим Day2. Нажимаем Apple. Все. Как вы видите, все изменилось. Порядом, немного дан. Глюки с солнцем у нас небольшие. Даже не знаю, как это объяснить, почему этот глюк. Довольно... Ну, текстура главная поставилась. То есть, давайте лучше вернем это все обратно. Я вам показал для награльного примера, как это все делается. Дальше. Океан. То есть, все, то, что я вам хотел сказать в самом начале. То есть, переходим в океан. Можно, кстати, выбрать его цвет. ForCore. Видите, вот так, вот так. Давайте выберем вот так. Мне кажется, намного красивее смотрится, как по мне. Дальше. Здесь есть вторая опция. Ocean Animation. То есть, анимация воды. Заупотреблять я этой опции не советую, так как можно не то, что сделать что-то не так, а наоборот все испортить. Даже у вас движок может просто-напросто зависнуть и вырубиться. Сильно изменять эти значения не буду. Стояло 1.0. Давайте поставим 1.5. Как видите, честно, даже вот не знаю, что делает данная опция, хотя могу предположить, что она делает воду то гуще, то немного, как говорится, вы поняли, убирает эти маленькие волны, чтобы сделать ее не такой густой. Дальше. Скорость. Это, я думаю, вам объяснять не нужно. Скорость течения. Это будет скорость самой воды. То есть, можно поставить на 10. Да, сильно оно не меняется. Я вам хочу это сразу сказать. Но я на большие значения ставить не хочу, так как, не дай бог, еще что-то зависнет. Кстати, да, кстати, есть размер, то есть, самого моря. Объяснять не буду, просто покажу. Вы сами все поймете. Стояло 0.75, поставим 0.1. Как видите, я вот так сейчас сделаю. Немного, видите, волны немного приподнялись. Я для наглядного примера сейчас сделаю значение 2, чтобы вы это увидели. Вот, как вы видите. Но, как вы видите, опять же, мы замечаем вдали небольшие артефакты. Вот я мышкой вот в них вложу, чтобы вы увидели. Они нам вовсе не нужны. Ставим обратно на 0.75. Вот и все, в принципе. То есть, я вам показал, как изменить текстуру неба и, как, немного, как говорится, подколдовать над водой. Изменить ее цвет, густоту, скорость и так далее. В принципе, в принципе, вот я сейчас в данный момент разрабатываю свой собственный мод. И лично я этой опцией не слишком сильно пользуюсь. В основном, но она не нужна. Единственное, что, по моему мнению, здесь необходимо, это просто этот цвет самого океана. Вот он, я думаю, нужен для всяких сцен, в зависимости от сцен, которые вы делаете. Это да, это нужно. Но остальные, ну не знаю даже. Для красоты, что ли. Итак, я вам это уже объяснил. Итак, что, в принципе, можно сделать еще? Ну, давайте с вами подумаем. Так, так, так. Что же вам можно показать еще такое, чтобы вы это, как говорится, набили себе на руку. В принципе, вот, я хотел бы вам показать, как создавать персонажей и их убивать. Ну, то есть, врагов. НПС, как их еще называют. Но я это все же расскажу, я так думаю, в моем следующем уроке. Так как тема, тема довольно-таки очень обширная. Есть очень много нюансов, тонкостей, которые следует не просто знать, а хорошо их запомнить. Так как в дальнейшем, если вы будете это все делать, то, что я вам буду, то, что я вам буду говорить в моих видеоуроках, то это все нужно все хорошо запоминать. Если вы не запомните, то может быть очень и очень плохие ошибки. Ну, то есть, вот в чем был мой видеоурок. Мы создали, получается, ну, то есть, одним словом, чтобы сейчас не прибегать к довольно-таки длинным предложениям, я хочу сказать, что, чему мы научились. Ну, первое, мы просто набили руку, набили руку того, чему мы научились в предыдущих видеоуроках. То есть, мы это все показали с вами на практике, а не только, можно сказать, с, как бы вам это сказать, с философской точки зрения, что ли. Да, мы, вы смотрели мои предыдущие видеоуроки и так далее, но вот сейчас, как говорится, мы сделали это все на практике. Как вы видите, все прекрасно работает и никаких глюков или там пахов и тому подобное нет. Ну, давайте подойдем итоги, чему мы вообще вот, ну, как бы научились здесь. Чему новому? Так как про старое я говорить, в принципе, не буду. Вы это все уже знаете. Новое. Что я рассказал в данном видеоуроке. Это изменять текстуру неба. Второе, это, можно сказать, настраивать воду, цвет океана. Дальше, анимацию настраивать. Потом, во-вторых, применять, как говорится, ну, когда идет дождь, чтобы эти капли попадали также на текстуру. Это, если честно, все называется как-то по-другому данный эффект, только я уже, если честно, извините, не знаю. Ну, этого эффекта, когда, вот, пример, вот вода попадает на текстуру и получается анимация, как вода льется. Это есть такое специальное название, как это все называется. Английское какого-то слово, я просто не помню, извините. Ну, так, скажем, научились делать так, чтобы вода попадала на поверхность текстуры и скатывалась с нее. Ну, в смысле, скатывалась, сливалась. Далее, ну, облака, но этому я вас уже учил. Кстати, хочу вам показать небольшой нюанс. Вот, пример, у нас есть облака, да? Сейчас я кое-что покажу уже перед завершением урока, чтобы вы это все просто помнили. Смотрите, у нас, к примеру, есть облака. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть облаков. Есть такая опция, как Distance Growth. То есть, когда я еще сам учился работать с этим движком, то есть, когда я изучал вот эти вот все эффекты погодные, вот, как вот облака и так далее, как это все создавать и так далее, я прочитал, что вот нужно обязательно добавлять вот эту вот опцию. Сейчас вам ее не показал, так как, в принципе, она не нужна, по моему мнению. Я просто вообще не знаю, зачем она нужна. Но, тем не менее, я вам ее покажу. Distance Growth. Перетаскиваем сюда. Сейчас. Нажимаем. То есть, якобы, якобы, она как-то вот делает некую дистанцию между облаками, чтобы они смотрелись более естественные. Как вы видите, у нас есть радио, ну, не радио, с какой квадрат. Его нужно, конечно же, расширять. Вот мы его расширим. Честно, ну, честно, даже не знаю, зачем оно нужно, как таковое. Как видите, почти ничего и не изменилось. А, нет-нет-нет, изменилось, видите. Ага, все. Ну, видите, появился такой небольшой, ну, можно сказать, мелкий, мелкие облака. Если мы это сейчас увеличим. Ну, да, ну, да, немного такие мелкие облака появились. Что хочется подчеркнуть, так это то, что именно вот этот вот Distance Code можно ставить именно рядом с вашими облаками. Желательно по центру. Не знаю, почему так, но так нужно, по крайней мере, по заверению самих разработчиков. Итак, это был мой очередной видеоурок по игровому движку CryEngine 2, Sandbox 2. Всем спасибо за просмотр, за то, что смотрите наши ролики. Посещайте наш сайт. Скоро мы будем уже более эффективнее, вернее, более чаще добавлять наши видеоролики, так как раньше у нас были такие вот небольшие, так сказать, задержки. Ну, что, всем спасибо за просмотр. Посещайте наш сайт, комментируйте, критикуйте, как угодно. Всем спасибо за просмотр и удачи вам в ваших новых творениях.